МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вау! Ого! Ничего себе! Пошли! ПОДПИШИСЬ НА КОНЕЦЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ У! ПОДПИШИСЬ НА КОНЕЦКОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА КОНЕЦКОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦ 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 Я тебе сейчас помогу, глаза тразуть-то, а! Капитан! Оно того не стоит! Капитан Родионов? Да. Развлекаетесь? Никак, нет. Капитан Виктория Беляева. Надо же! Сама Виктория Беляева. Да. Что-то не так? Да нет, все так. Ожидал такую железную леди, а прислали такую милую девушку. Давайте к делу. Что известно про жертву? Анатолий Захаров. Лейтенант юстиции. Ты давай про жертву рассказывай. Да, да, про жертву. Убитая Валентина Юрьевна Прохорова. Тридцать лет. Опознали по документам в ее сумочке. Финансовый мотив сразу нет, потому что проживает на съемной комнате, да и то в коммуналке. В банке на счетах буквально копейки, родственников нет. Из недвижки только старый деревянный дом в Ярославской области. Достался по наследству от матери. Дом три года уже в продаже. Никто не покупает, видимо, никому такая развалюха не нужна. Голова. Шеф сказал, что убийство похоже на ритуальное. И в городской паблик пришло видео с угрозами. Возможно, серия? Ну да, да. У нас типа даже паника назревает в городе. Слушай, а у тебя под рукой то видео с клеткой. Покажи, Виктория. Александровне. Александровне, да. Знаете, как это работает? Клетка ставится жертве на живот. А сверху кладутся раскаленные угли. И бедные мышки, спасаясь от смертельного жара, вгрызаются в тело жертвы. И она умирает долго и мучительно. Да, это только начало нашего кровавого представления. Я буду убивать и дальше. А мыши, слуги дьявола, мне в этом помогут. Поехали. Чего стоишь-то? Я иду, паутина везде, там мыши пищат какие-то противные. Да ты что? Самое главное, провожу фонариков, а там труп женщины. Я так перепугался. А вы к нам вообще надолго? Лучше расскажите, что еще известно про жертву. Ну, немного. Прохорова работала в местном туристическом центре. Мышкина палата называется. Да и сама была серой мышью. А ты как? Ну, одевалась неярко, стеснялась всех, считала себя старой девой. Все мечтала, но никак не могла найти себе мужа. А у вас-то, кстати, муж есть? А что свидетели? Понятно. Подростки, пензли по заброшкам, играли. Не надо снимать, пожалуйста. Нашли труп. Больше ничего подозрительного не видели. Ну, пойдемте. Пойдемте. Стоп. Да, пусть уносят. Виктория Александровна, так? Да. А я Зеленцов Вадим Степанович. Эксперт-криминалист. К вашим, так сказать, услугам. А труп нам, по большому счету, уже не нужен. Я все задокументировал. Все расскажу, покажу в лучшем виде. Хорошо, забирайте. Приятно познакомиться. Ну, тогда рассказывайте. Эта клетка была на трупе Прохорова, когда ее нашли, при этом угли были холодными. Это что-то для пыток? Да, инструмент для пыток времен Средневековья. Не настоящий, конечно, а так, реплика начала прошлого века. Но тут заковыка в другом. Вот, смотрите. Прямо под клеткой на трупе есть колото-резаная рана. По всем признакам ножевое ранение. Следы борьбы? Да, подкожное кровоизлияние, ссадины. Видимо, перед смертью Прохорова активно сопротивлялась. Само тело Прохорова лежало вот здесь. Примерное время смерти субмет уже озвучил. Около двадцати. По всему выходит, что пытка была лишь инсценировкой, раз угли не горели. Например, кто-то мог обставить обычное убийство, как ритуальное, но не успел. Или не сумел довести дело до конца. Все может быть. Но для этого нам нужно точно знать, проходила ли так называемая пытка при жизни или уже после смерти. Такую экспертизу можно провести, но точно не у нас. Город маленький, лаборатории нормальной нет. Вот в Ярике, да, но придется подождать. Сколько? Ну, пару дней минимум. Но это еще не все. Вы же видели видео с угрозами? Да. Снимали его тут. Видеофайл проверили наши спецы по кибербезопасности. Зацепок там его нет. Там в чем дело? Самого автора послания на видео нет. Голос изменен. Снято все на телефон Прохоровой. Вот он. И отправлено с него же. Пароля Прохорова и не было. А, отпечатки на телефоне. Нашли что-нибудь? Следов убийцы ни на телефоне, ни вообще где-либо нет. Видимо, орудовал в перчатках. Но тут еще одна заковыка. Примерно за час до смерти Прохоровой звонили через мессенджер. Удалось пробить кто? Аккаунт, с которого звонили, удален. Телефон, видимо, левый. Поэтому, кто звонил, отследить не удалось. И еще сумочка тоже принадлежит Прохоровой. Нима нашли документы убитые. Ключи. Видимо, от комнаты в коммуналке. И деньги, опять же. Так что, явно не ограбление. А еще, вот. Оу. Видимо, это оставил наш убийца до того, как надел перчатки. Мне нужно в отель бросить вещи переодеться, а потом поедем посмотрим, как жила убитая. Анатолий, пожалуйста, задержитесь и проверьте наличие камеры в округе. Ну, вдруг? Мы туда, у нас машина за углом. Угу. 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 Кажется, что-то нашёл. Что именно? А, пальчики. Крупные. Явно не Прохоровой. Надо проверять. Так, капитан Владимир Родионов, следственный комитет. Эй, вы вчера видели вашу соседку Прохорову? Да. С вами все в порядке? О, понятно. Забираем? Да нет. Повестку оставим, сам придет. Ну, куда? Паукотневым в таком состоянии. Соседей тоже обошел, никто ничего не видел. Спасибо вам большое. Вот ваши паспорта. Вы нам очень помогли, если что. Стойте! А ведь недавно был скандал с этим Ветровым. Что за скандал? Да он вроде как ударил эту Прохорову в Мышкиных палатах. Я точно не знаю, там полицией занималась. Но есть видео. А давайте. Щас. А вот. Полиция! Друзья, только что мы стали свидетелями внезапного нападения на сотрудницу Мышкиных палат. Мы снимали материал по соседству о музее, когда на сотрудницу напал вот этот сумасшедший и начал… Ну, вот так. Угу. Ага. А самого момента нападения нет. Неа. А кто снимал? Ярославский журналюгий. Канал «Золотое кольцо». Кстати, у этого журналиста Дивов его фамилия. Есть даже пост об этом. Сейчас посмотри. Придется его навестить. Надо его найти. Да чего его искать-то? Это запросто. Я видел его утром в порту. Я туда ЮНАТО пошлю. Кстати, он мне отписался по камерам. Ничего не нашли. Пришли данные по отпечаткам. Отпечатки на клетке с места убийства совпадают с отпечатками Ветрова. Да ладно? Да. Есть база МВД, потому что его дактилоскопировали после его нападения на Прохорову. Тогда едем к нему. В общем, это музей. Мало чего-то там. Старые деревянные постройки с районов. Хлам, конечно. Но красиво же. Вы уверены, что Ветров здесь? Да где же мы еще быть? Наверняка туристов окучивает. Тайны города Мышкино. Подпишите, пожалуйста, можно? Конечно. 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 Как зовут? Елена. Елена. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Молодые люди, не проходим, а подходим. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотите узнать, почему Мышкин проклят? Тайны города Мышкино. Что угрожает старому городу? Берите, берите, берите. И мужу, мужу своему возьмите. Да я уже читал. А у нас свои книжечки. Следственный комитет. Хотели с вами поговорить. Ага. А о проклятии города Мышкино вы хотите знать, что угрожает старому городу? Когда вы видели Прохору Валентину Юрьевну? В последний раз. Не так давно. По книжным делам. А что с ней? Мыши съели. Мыши. Стой, Ветров! Стой! Вы задержаны по подозрению в убийстве! Вы что? Я никого не убивал! Это, это соцслуги дьявола! Мыши! Мыши! Обижали зачем? Какой шустрый! Ну как? Вы же сами сказали, что мы же убили Прохорову! Это же значит, это значит, это значит, что предсказания из моей книги начинают сбываться прямо на глазах! Вы что, этого не видите? Прекратите истерику! Начинают сбываться! Предсказания начинают сбываться! А знают ли местные жители о странной смерти сотрудницы Мышкиных палат? Узнаем у них самих. Вот не зря люди-то говорят, что город наш проклят мышами! Дыма без огня не бывает! Спасибо вам большое за интересное мнение. Пока узнаем, что говорят другие. Здравствуйте! Вы ведь из полиции? Можно с вами поговорить о смерти Прохоровой? Сейчас в Мышкине все о ней говорят, обсуждают. Анатолий Захаров, Следственный комитет. Вообще-то я бы поговорил с вами сам по одному делу. Но запись придется убрать. Выключайте камеру. Быстро тогда, работы много. Вы же снимали репортаж о драке в Мышкиных палатах. А, это сотрудница музея и ваш городской сумасшедший. Было дело. Можете ли вы что-нибудь добавить к тому, что есть на видео? Вдруг что-нибудь интересное заметили? Не знаю, будет ли это интересно, но после драки туда заявилась какая-то тетка. Беременная, с пузом. Орала, что Прохоровой так и надо разлучнице. По делам, что Ветров ее отделал. Что за тетка? Не знаю. Вроде как директорша Мышкиных палат ее узнал. И на исходниках беременная вроде была. А можно и мне их получить? В машине, ну вот. Значит, клетка ваша? Ну, конечно. Вон, вон и клеймо кузнеца на угольном отсеке. А не на дне, как у всех. А зачем вам такие смертоносные игрушки? Ну, я же известный историк. Я собираю предметы, которые связаны с историей города. Я книги пишу. Я никого не убивал. На этой же клетке обнаружены ваши отпечатки пальцев. Ответственно, заявляю. Мои. Ну, конечно. А чьи же еще? Ну, это же логично. Если клетка моя, значит чьи отпечатки? Просто надо срочно проверить сарай. Срочно! Я держал ее в сарае. Ну, там замок-то так себе. Поэтому все может быть. Все! Все может быть? Так, может, вы ее убили? Мне-то зачем? Например, чтобы доказать теорию об опасных мышах. И заодно пропиарить вашу книгу, которую никто не покупает. Угу. Очень хорошо покупают. Берут. Ответственно заявляю, берут многие. И вы, вы возьмите эта книга. Предупреждение. Берите, берите. Что вы делали вчера в районе восьми вечера? Ну, у меня была автограф-сессия. А где? Где-где? В музее малых форм. Где? Заканчивайте с формальностями. Я отойду на пару минут по служебному делу. Слушаю. Здравствуйте, Виктория. Отвлекаю вас от серьезных дел. Да. Что случилось? Что-то с Сергеем? Все с вашим Лимановым в порядке. И у вас даже будет повод его увидеть. Вы срочно нужны мне в Ярославле. Ну, у меня не закрытое дело. Виктория, вы руководитель следственной группы? Да. Ну, вот и руководите. Через два часа жду вас в Ярославле. Машина, которую вы так компрометчиво отпустили, уже ждет вас в СК. Вижу. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Иван. Виктория Александровна! А куда Ветрова-то? Отпустите под подписку, но проверьте все, что он говорил. И осмотрите с криминалистом в сарай. Ну, это понятно. А потом выясните насчет возможного алиби. Дерзайте, капитан. У меня дела в Ярославле. Есть. Кстати, отзвонилась юнат, ну, то есть Захаров. Оказывается, погибшая Прохорова ссорилась не только с Ветровым. Но там еще какая-то беременная тетка на нее нападала. Короче, Захаров сейчас в Мышкиных палатах. Все подробности выяснит. Отлично. Вернусь к вечеру. Жду всех с докладом. Хорошо. Счастливой дороги! Спасибо. Счастливой дороги! Дорогие друзья! Здравствуйте! Привет! Приходите к нам! Приходите! Здравствуйте! Мы очень забавные! Здравствуйте! Вы ведь Алла Степановна, да? Директор Мышкиных палат? Анатолий Захаров, следственный. Мне переговорить по конфликту между Прохоровым и Ветровым. Толя! Толечка! Вырос-то как! Большой стал! Солидный! А мы с мамой твоей вместе в Крывеческом работали. А! Давайте про конфликт. Ну а что про конфликт? Этот сумасшедший Ветров приходил к нам несколько раз. Все требовало закрыть Мышкиной палаты. На основании чего? На основании своего бреда, написанного в книге. У Алли не знаю, как хватало только терпения. Она ему объясняла, что центр необходим для развития туризма Золотого кольца. Ну и все такое. Но Ветров в последний раз просто взял и напал на нее. Ни с того ни с сего. Ну как, видимо, обиделся на критику. Ветров же дарил ей книгу с автографом. И Валя сказала ему всю правду. Книга, мол, полный бред, графомания. Ветров не выдержал и напал на нее. Во время драки была еще какая-то беременная. Тонна, вы знаете ее? Больше ничего не знаю. Извини, Толя. Привет нами. А могу я кабинет Прохоровой осмотреть? Да, пожалуйста. Что с детрадкой такая интересная? Это оригинал дневника купца Степана Махаева девятнадцатого века. Прохорова взяла его с экспозиции палат. Зачем? Она историк изучала тайну клада Махаева. Он якобы оставил его в одном из подвалов старых домов. Поэтому Прохорова плотно изучала дневник. Хотела разгадать загадку купца и найти клад. Клад у нас, Мышкинь. Да ладно. Я же говорю, якобы. Городская легенда гласит, что в кладе купца и золото было, и украшения. Клад активно искали еще в начале прошлого века, но так и не нашли. Это я изымаю, отдам криминалистам. А исторический раритет только под расписку. Толечка, сейчас принесу журнал. Здравствуйте. Добро пожаловать. Здравствуйте. Прошу. Спасибо. Приятного аппетита, Виктория. Я повторюсь, я не голодна. Ну что ж, тогда рекомендую вам заказать десерт Бильфор. Что-то французское? Нет, это местная изюминка. Вы знаете, что в начале двадцатого века Ярославль был негласной сладкой столицей Российской империи. И на сто тысяч населения приходилось десять кондитерских фабрик. Вот одна из них принадлежала купцу Василию Кузнецову. И он знал толк в том, что теперь называется нейминг. Как только назвал фабрику Бильфор, продажи сразу выросли вдвое. Будьте добры, десерт Бильфор и черный чай с лимоном. Хорошо. Отличный выбор. Спасибо. И еще спасибо за исторический экскурс. Впечатлили. Но давайте перейдем к вашему делу. Потому что меня ждет мое. Вы неисправимы. Но именно этим вы мне и нравитесь. Дело это теперь наше с вами. И я уверен, что некоторые преступления, которые вы расследовали в последнее время, связаны между собой. О чем вы? Дела раскрыты, преступники пойманы. И никакой связи между ними нет. Я нисколько не сомневаюсь в вашей компетентности, капитан Беляева. Но вы в моей тоже не сомневаетесь. Хорошо? Вспомните, не остались ли у вас какие-то вопросы без ответов? Ну, о чем нам поведал ноут Соколова? Правда, тут есть нечто странное. Пару писем удалены, восстановлению не поддаются. Но самое интересное, у Балашова была с кем-то переписка о том, что если все получится, Балашов сможет превзойти своего учителя. Лиля пряталась от тебя в монастыре. Убегала, а ты упорно шел по ее следу. И теперь в твоей машине обнаружили ее цепочку и клочок монашеской одежды. Я не знаю, откуда это в моей машине. Связь между некоторыми вашими делами как минимум в том, что одна и та же загадочная юридическая фирма из Эмиратов имела контракты и с Авдеевым, и с Красновым, и даже с вашим Лимановым. Не считая десятка компаний в Ярославле и области. В регионе определенно орудует преступная группировка. Ну, что скажешь? Думаю, что клетку для пыток у Ветрова, видимо, и правда выкрали. Кто-то вытащил замок вместе с Душкой, после чего вернул обратно. Угу. Граждане понятые, прошу обратить внимание, вот здесь заметны следы взлома. Сейчас прямо перед вами мы проведем следственный эксперимент, чтобы доказать это предположение. Подожди. Можете заглянуть? Ну вот, все сходится. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Люся зовут. А вы ведь следователь, правда? Ну, допустим. А вы кто? Ой, знаете, а я неравнодушная. Я очень хочу, чтобы нашли убийцу. Просто у нас в городе молчат об этом, боятся. Но вы должны знать правду. Какую еще правду? Ой, знаете, а правду про нашу директрису Аллу Степановну. Она знала, что Валька Прохорова имела связь с женатым мужчиной. Она покрывала блудницу, бояла скандала, потому что город-то у нас маленький. А обманутая жена Фатеева, Алёнка, она была замечена у музея в ту ночь перед смертью Вальки. И директриса-то в курсе про это. Но молчит, покрывает убийцу. Как питать? Все, больше ничего не скажу. Спасибо за помощь следствию. Алла Степановна, стойте! Вы в курсе, что Прохорова завела шашню с другим вашим сотрудником, актером Сергеем Фатеевым? То, что у него жена есть беременная, нечастная и обманутая. И то, что жена эта за Прохоровой следила. Что еще вы скрываете от следствия? Ничего я не скрываю. Тогда рассказывайте. Да просто я пыталась решить все мирно. Не выносить ссоры из СБ. Но Прохорова мне жестко заявила, чтобы я не лезла в ее личные дела. А мне ее заменить некем. Город маленький. Ну и вообще, я чисто по-женски жалила ее. В смысле? Ну как же. Валя долгие годы ходила серой мышью. А тут из-за любви расцвела. Стала краситься. Красиво одеваться. В салон красоты ходить. Даже на фитнес записалась. За ней этот радясь не водилась. Но главное, она стала светиться изнутри. И что ж, меня за это посадят? За то, что я желала ей самого хорошего? Не посадят. Скажите лучше мне, где найти Алену Фатееву. Так вы говорите, ветра вчера было здесь. С девятнадцати до двадцати одного. Никуда не отлучался, да? Да. Вот здесь у него стоял стол, тут он сидел. У него была автограф-сессия. Правда, на нее особо никто не пришел. Дальше подошла я. Сказала, что мы закрываемся. И ему пора на выход. Главарь преступной группы, о которой я говорю, умеет надавить, подтолкнуть, уговорить. Он умеет найти ниточки, за которые дернуть. Чтобы что? Чтобы добиться того, что ему нужно. Получить бизнес, выгодный контракт, власть или какую-то уникальную вещицу. Получается, что я… Получается, что Лиля Лиманова не случайно все время возникала на горизонте рядом с криминалом. И я уверен, что она связана с этой преступной группой. Она пропала, потому что почуяла угрозу быть раскрытой. Как-то прокололась и потому скрывается от всех. А почему Лиля тогда бегает от мужа? Он бы мог ей помочь? Или она боится, что так ее найдут? Меня больше интересует, почему он с таким упорством гоняется за ней. Может быть, их связывают не только семейные узы, но и деловые интересы? А, вы намекаете, что Сергей тоже связан с бандой? Ну, нет. Вы уже пытались очернить его в разговоре со мной. Я приводил аргументы, но ответа на вопрос так и не получил. Алена Олеговна! Алена Олеговна! Что долбишь-то? Иди-ка сюда. Кто тебе нужен-то? Анатолий Захаров. Следственный комитет. Мне бы Алену Фатееву увидеть. Телефон не отвечает у нее. Стой здесь. Сейчас приду. Вот. Нет? Он. Стоит проверить на отпечатки. В смысле? Ну, тут могут быть Аленкины отпечатки. Я у них вчера мед покупал. Они с мужем пасеку держат. Сам я, если что, вот только за крышку и за дно брался. А бока не трогал. Нет. Ставьте. Да. Все равно не понял. Да где ж вас таких берут-то, а? Ну, это же может помочь найти убийцу. Ну, про которого все говорят. А. А Фатеевы, они, тем более, что они же явно же бодяжат мед-то, да? А цены какие дерут. Ого! Прям ого какие-то. Вот таких как раз и стоит проверить. Да. На причастность и к другим преступлениям тоже. Спасибо за помощь следствию. Всегда готов. Ну, я пошел. Идите. Да, а банку можешь себе забрать. Спасибо. Алло, дежурный? У меня беременная пропала. Ну, в смысле, Фатеева Алена Олеговна, восемь седьмого года рождения. Да, по камерам пробей. Земля, на которой стоят отели Лиманово, оформлена незаконно. Смотрите, пожалуйста. Катерин, у меня к вам просьба. Подпишите, пожалуйста, постановление на изъятие некоторых улик по вашим делам. Ну, меня интересует ноутбук Соколова, Орфей из Рыбинска, телефон Балашова из Гуся и протоколы допросов Лиманова в Переславле. Пожалуйста. И да, Виктория, о моем интересе к этим делам никто не должен знать. Прошу? Это все? Я могу идти? Ваша манера заканчивать разговоры заставляет меня думать о каком-то замкнутом пространстве для нашего следующего рандеву. На допрос нанимкается? Бог с вами, Виктория Александровна. Я вижу вас напарника, а не врага. И искренне рассчитываю на вашу помощь. Хорошо. Я вас поняла. Напарник. Провожать не надо. Хорошей дороги. Поехали. Поехали. Привет. Вот это сюрприз. Привет. Не ожидал. Да я сама не ожидала. Была по делу в Ярославле. Не могла не зайти. У меня к тебе очень серьезный разговор. Присядем? Присядем. Только не быстро. Ну как можешь, давай. Допустим, в Переславле тебе подкинули ключик и лоскут в машину. Так. Решила снова меня посадить? Да. Есть за что. За что? Земля, на которой стоят твои отели, была оформлена над тобой незаконно. Откуда знаешь? Не важно. О чем еще ты молчишь, Лиманов? Эту землю, про которую ты говоришь, у меня пытаются отнять. Кто этот злодей? Не знаю. Они действуют через адвокатские фирмы. Когда все это началось, Лиля попросила у меня большую сумму. Я ей не дал из-за всех этих наездов. И она исчезла. Возможно, это связано. Молчал я, потому что мне четко дали понять, что в полиции у них есть свои информаты. А как они с тобой связывались? Дай мне их контакты. Нет никаких контактов. Я все эти предупреждения находил в машине. Тебе срочно нужно об этом рассказать Кириллу и Лину. Нет. Почему? Может, это он стоит за наездами на меня. Он появился рядом с тобой после того, как исчезла Лиля. Да твоя Лиля была в больнице, ты забыл? И, возможно, хотела тебя убить. Зачем? Чтобы тот, кто ей командует, завладел твоим бизнесом, раз ты такой несговорчивый. Да брось. Сереж, вдруг она связана с теми, кто играет против тебя. Когда мы выбежали из больницы, ее и след простыл. Значит, там мы ее ждали. И Ильин объявил план перехват. И? Безрезультатно. Вот. А теперь подумай, как при всех возможностях в ФСБ план перехват не сработал. Уверена, что твой Ильин тот, за кого себя выдает? Я уже ни в чем не уверена, Сережа. Я вернулась. Что у вас? Куда подъехать? Поцелую в мост. Какой еще поцелуев мост? Поцелуев мост? У мышкиных палат. Тут это… Мыши дерутся. Владимир, не дурите мне голову. Сами целуйтесь с мышами или деритесь. Что там у вас происходит? Да я не про это. Наша новоподозреваемая, Алена Фатеева, с кем-то тут дерется. А, разберитесь. И я жду вас в СК. И Захарова туда же. Принял. Какого черта ты всем дряндишь, что это я убила Прохорову? Это все правда! Это ты снимала Прохоров со своим мужем! У мышкиных палат. Ты что ты? Тебя никто не видел! Так, брэк, брэк, брэк! Стоп, 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 стоп! Все, все, ребят. Дальше я сам. Капитан Владимир Иванов, Следственный комитет. Что у вас тут происходит? Эта тварь меня оклеветала. Ее надо срочно арестовать и закрыть. Как бы вас саму не закрыли, Алена Олеговна. Вам будет лучше пойти домой. Все, представление закончено. Расходимся. Пойдемте, аккуратненько. Так, граждане, расходимся. Ступенечка. Я вас провожу. И так, наша новая подозреваемая, Алена Фатеева. Что у нас есть по ней? Пришли данные экспертизы по отпечатку пальца на сумочке Прохоровой, того, что мы нашли на месте убийства. Отпечаток совпадает с теми, что мы сняли с банки меда. То есть, теоретически, Фатеева могла его оставить, когда убивала Прохорову? Теоретически, да. Да. Алена знала, что именно Прохорова является ее соперницей. Захарова подтвердила директоризм музея. Убить любовницу мужа — вполне себе мотив. Надо допрашивать. Но пока выпишем постановление, пока привезем. Напомню, что ночные допросы у нас запрещены. Ну, еще не ночь, и она дралась. Она беременна. Ну, да. Оформим подписку о невыезде, а завтра утром приглашайте ее на допрос. Какой красивый закат. Живописно. Никогда такого не видел. Алена Олеговна, расскажите нам то, о чем мы не знаем. Да мне нечего скрывать. Так уж нечего. А что это за фото такие, которые вы снимали тайком от вашего мужа и Прохоровой? Я могу осмотреть пока ваш телефончик? Да, если это как-то поможет доказать мою невиновность, там ничего такого. Итак, давайте по порядку. Как вы узнали об отношениях вашего мужа с Прохоровым? Увидела их у Мышкиных палат. Я там до беременности подрабатывала. Играла мышиную царицу. Там и познакомилась с Сережей. А потом, когда ушла в декрет, эта Прохорова пришла на мое место. Тварь такая. Давайте без ругательств. А как же здесь без ругательств? Если она там и закрутила с моим Сергеем. Ваш муж знал, что вы за ним следили? Да я специально не хотела устраивать скандал. Думала уговорить эту Прохору, чтобы она отстала от моего Сережи. Ну, допустим. Но тогда объясните мне, вот вы хотели поговорить с Прохоровой насчет вашего мужа. А с чего вы вообще решили, что она вот как-то вас возьмет и послушает? Да я же ее знаю. Она очень боялась скандала. Я думала, покажу фотку. Прегражу опубликовать. Город-то у нас маленький. А во время той драки, этой заразы с Ветровым, у меня просто сдали нервы. Еще и тот токсикоз. Ну, сорвалась я на нее в общем. Красиво излагаете. А что, если все не так? У вас есть мотив. И вы могли убить Прохорову. Для того, чтобы избавиться от любовницы. И для того, чтобы не оставлять вашего будущего ребенка без отца. Так? Так. А подставить местного городского сумасшедшего? Отличная идея! Да я не… Очень удобно! Я не убивала! Да у вас же указывают и улики. Отпечатки пальцев на сумочке Прохоровой. Сумочки, которая была, между прочим, на месте убийства. Так я же хваталась за нее. Ну, во время той стычки с дурнем, когда приходила в Мышкины палаты. Ваши любимые мыши опасны! А город, который поклоняется прислужникам дьявола, обречен! Ваш город! Обречен! Город Мышкин пожрут мыши! Мыши сожрут Мышкин! Напал этот сумасшедший и начал спасаться. А ну иди сюда! Так тебе и надо, разлучница! Лиза, на средний кайф! А ты что здесь делаешь? Вашечка! Все, сворачивай. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Ну, у подвала. Мы туда, у нас машина за уголком. Там, кажется, были такие же кирпичные крошки. Точно. Визуально очень похоже. В лаборатории скажу точнее. Алена Олеговна, а чья эта куртка? Мужа. А он где? Уплыл вчера на теплоходе. Свадьбу проводил. Сегодня вернется. А вы что, теперь его подозреваете? Ой, здравствуйте. Давайте побыстрее. На десять минут магазин закрыл. Ну давайте, присядем. Алина, не совсем, нет. Так, Алла Максимовна, давайте сразу к делу. Да. Так где была ваша дочь? Так у меня дома и была. Конкретно вечер интересует. В районе восьми. Да телек все смотрела. Чипсы эти треклятые ел. Я ей говорила. А она мне стресс, стресс. Наверное, с мужем опять с своим поссорилась. И никуда не отлучалась. Я бы заметила. А что случилось-то? Да это мы и хотели бы понять. Спасибо. До свидания. До свидания. Вот. Провел экспертизу крошки на куртке Фатеева. Захаров заметил, что она похожа на ту, что на месте убийства. Действительно, по составу и времени изготовления девятнадцатый век, она и правда может быть из подвала, где найден труп. Почти уверен, что спецы в Ярославле подтвердят. Отлично. Что-то еще? Да. Отпечатки Сергея Фатеева совпали с теми, что мы нашли в комнате Валентины Прохоровой, в коммуналке. Видимо, Фатеев и правда был алтан. Но и это еще не все. Именно пальчики Фатеева остались и на дневнике купца Махаева, того, что мы нашли в кабинете Прохоровой в Мышкиных палатах. Минуточку. Да, слушаю. Здравствуйте, Виктор Александровна, это Захаров. Гляньте фотографии дневника купца Махаева. Это тот, на котором нашли пальчики Фатеева? Ну да. Не зря я над копиями всю ночь работал и кое-что выяснил. И что же? Как я понял, Фатеев и Прохорова вместе искали клад Махаева. Ну там, золото и украшения. Тайник. Якобы купец оставил в дневнике шифр, благодаря которому можно узнать координаты этого клада. Ну и описание, как его найти. И они вдвоем, видимо, его расшифровали. А с чего вы это взяли? Там в конце дневника на отдельном листочке есть некие цифры. Шариковой ручкой написаны. Ну, очень похоже на географические координаты. Короче, мне кажется, что это и есть координаты этого тайника. Там написано еще, что тайник в стене, на высоте седьмого кирпича от пола. Езжайте пока, проверьте тайник, а я скажу Родионова. Он сейчас поедет на причал, Фатеева встречать. Вадим Степанович, давайте тоже на причал. Нужно будет осмотреть машину подозреваемого. Постановление на обыск, я вам выпишу. Сергей Фатеев. А? Капитан Владимир Родионов, Следственный комитет. Чего? Мне нужно с вами переговорить. Да, давай потом. Ладно, я просто начну изменить. Гражданин Фатеев, вы подозреваемый в преступлении. Либо ты идешь со мной, либо я вызываю патруль. Тебе все ясно? Предельно. Тебе все ясно? ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ёлки! Виктору Александровну, он существует. Ну, тайник, в смысле. Только он, это, того, пустой. Виктору Александровну, я вот что думаю. Только, пожалуйста, не смейтесь. И не думала. А что, если такая версия? Вдруг Фатеев при помощи Прохоровой нашел все-таки тайник, а потом убил ее, чтобы не делиться. Неплохо. Правда? Без всяких шуток, Анатолий, из вас может выйти дельный профессионал. Я уже отправила криминалиста с постановлением на обыск машины Фатеева на причал. Хорошо. А что вы сделали с Кладом, если не секрет? С Кладом? Бородан. Слушай, эта шутка такая, понимаешь, ну, хохма. Купец назвал Кладом какую-то записульку. Там, это, послание подонкам. А Прохорова ее забрала, еще чему-то радовалась. Ну, хорошо, допустим. А что вы делали позавчера вечером в районе 20? Работал. Приехал турист из Казани. И рождение он на природе. Аня у меня в качестве ведущего. Собственно, вот вся история. А, они уже уехали? Нет, ну, если хочешь, контактами могу поделиться. Да, это в ваших интересах. Граждане понятые, прошу обратить внимание, найден рюкзак. Ваш. На найденном рюкзаке обнаружено пятно, предположительно, кровь. Что, 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 что? А еще светлые, светлые волосы. Это розыгрыш какой-то. Это кровь Прохоровой, вы ее били. Да чего ради-то? Пусть все угорает. Распишитесь вы здесь. Не, погодите, это подстава, да? Это розыгрыш. Слышишь, эксперт? Да. Все, спасибо, вы свободны. До свидания. Вам придется проехать с нами. Присаживайся. Да, вечер перестает быть томным. Назад же. Здравствуйте, Кирилл. Виктория, вы желаете мне здравствуйте? Даже называйте по имени. Что ж, наши отношения определенно становятся более близкими. Вам так не кажется? Помните, я уже вам говорила про домыслы. Меня интересует, но не говорил ли Лиманов, что он знаком с Красновым из Рыбинска. Тендер, от которого тот отказался, был на развитие регионального туризма. Что любопытно, теперь в этот проект включены гостиницы Лиманова. Вы не в курсе? Не в курсе. А как Лиманов выйти из СИЗО в Переиславле? Узнал, что вы уехали в Гусь Прустальный. Тоже не знаете? Нет, не знаю. А в Ярославле вы отработали контакты Авдеева? Что он говорил про интерес Лили к его бизнесу? Он ничего не говорил. Но я что-то слышала от его друга об этом. От Гретого? Который в СИЗО один? Это он утверждал, что Лиля Лиманова была причастна к дележу бизнеса Авдеева. Откуда вы? На рюкзаке Сергея Фатеева обнаружены потожировые следы и пальчики. В смысле, отпечатки Валентины Прохоровой. Но вот светлые волосы, которые нашли на рюкзаке, не Прохоровой. Волосы на самом деле розовые, но это из-за крови не так заметно было. А чьи же они? Судя по экспертизе, принадлежат молодой девушке 16-17 лет, и кровь на рюкзаке, видимо, ее же. Розовые волосы, говорите? Да вы внимания не обращайте, это он так Верку ищет. А Верка кто? Дочка его. Он ее вообще как-то чуть не влюбил, когда волосы в розовый покрасил. Сергей Михайлович, скажите, вы у Прохоровой дома бывали? Верно? А девочку-соседку такую с розовыми волосами видели? Верку, что ли? Такая интересная история. Какая? Да. Ну, я как-то зашел в Прохоровой, а она дочку соседа алкаша прячет. Глотова? Да, он аккурат, с вакта вернулся, ну и гузил, как обычно. Там такая еще история произошла. Мы с Валей встречались, нейтральная территория, обычно. Вот, оттуда она мне звонит и просит приехать к ней и беритесь купить. Зачем? Ну, Глотов сильно избил Веру, оттуда и гровь. Получается, что волосы прилипли к рюкзаку, пока я там был. Ну, ты же, я ни при чем. Если он ее так сильно избил, почему Вера не заявила в полицию на него? Боялась. Куда она без отца-то? В детдом, что ли? Погодите. А что, если это Глотов Прохорову прибил? Чтобы узнать, где Вера. А вы меня тут держите? Патерина Александровна, можно у вас на минуточку? Это записка купца из тайника. Ее нашли в кабинете Прохоровой. В этом Фатеев не соврал. Она действительно ее забрала и хранила. И еще. Из Ярославля пришел результат экспертизы по тайнику. Денега, золота в нем, скорее всего, не было. Это, конечно, не альве. Но железного мотива у Фатеева, похоже, уже нет. Спасибо. Надо съездить к Глотову. Собирайтесь. Прошу. Владимир, позовите, пожалуйста, Захарова. Пусть закончат здесь. А мы с вами пока прокатимся к Глотову. Угу. Ну, что надумал? Брать-то? Тебя одного забыла спросить. А я ж в понедельник. Придется отложить. Это почему? Потому что у следствия есть к вам очень серьезные вопросы. Капитан Виктория Беляева. Следственный комитет. У вас подследственный, а еще и комитет. Твой-то будет? Нет, спасибо. Мы на работе не пьют. Чего хотели? Задать вам несколько вопросов. Во-первых, почему вы не пришли по повестке? Только в выходе, что, я отдохнуть не могу. Только приехал. Выходные. Вопрос второй. Насчет вашей дочери Веры. Это правда, что вы ее избивали, а она пряталась у соседки Валентины Прохоровой? Ну, не то, чтобы избивал. Так. Воспитывал. Непослушная, потому что. Сослужила. Непослушная, потому что. Вопрос номер три. Блям-блям-блям. Что вы делали позавчера в районе восьми часов вечера? Помните? Да. Не особо. В смысле? В смысле? Ну, в смысле, пили и очень много пили. Зато я помню, товарищ следователь, он с нами бухал. Там еще крича были. Могут подтвердить. И что отмечали? Да вот, с вахтой. Традиция. Традиция. И он никуда не отлучался. Не-е-е. Интересно. Вы так хорошо помните момент, о котором ваш товарищ абсолютно не помнит? Не удивительно ли? Кто-то хвастался опять. Куплю себе джип, буду вас неудачников возить на рыбалке даю, охоты. Давай-давай, бреши больше. Трепло. А вы что? А мы с Кришами его отговаривали. Делок водишь, что убьешься на первом повороте, если за руль пьяным сядет. Он же упертый. И упертые некоторые. Да ладно. У тебя еще сестра твоя чехвостила помнится. Она тоже была против покупки. Он уперся как баран. Так же не надо мне тут. Сестра, та, что брала у вас ключи утром после убийства Чехова. Не-не. Какие ключи? Мы с ней месяца два не общались. Потому что… Не общались. Дура Александровна. Нам бы кое-что обсудить. Спасибо. Братан, иди к нам. Выпей с нами. Я за рулем. Я тоже скоро буду. Джип уберу. Соседи всех опросил. Они подтверждают алиби Глотова на вечер убийства. Типа он так шумел, вся улица в курсе, вернулся с вахтой. Плохо. Почему? Теперь у нас ни подозреваемых, ни мотивов. А Фатеев? Коллеги из Казани помогли, нашли туриста, и он подтвердил алиби Фатеева. Вот. Он на дне рождения был, действительно работал, он никуда не отлучался. Есть куча свидетелей. Виктория Александровна, я кое-что нашел. Глянете? Пойдем глянем. Итак, что вы видите? Ключи. И что? Так да не так. Вот это ключи, которые мы нашли. А вот этого ключа, с фото на телефоне Прохоровой, сейчас, как вы видите, нет. К брату, вот, за ключами приходила. А брат, кто это? Сашка Глотов. Выходит, Чехова забрала из ключницы ключ у Прохоровой, а нам соврала. Ну, зачем? Смотрите, есть еще пост у Чеховой. Она собирала деньги для своего коллеги, Петра Комкова. Пишет, что тот попал в ДТП, у него оказался сломан позвоночник, нужны были деньги на операцию. Больше одного миллиона рублей. Но сбор не пошел. Чехова собрала всего несколько тысяч, о чем есть тоже гневный пост, но якобы у френдов нет сердца. Это могут быть детали одного пазла. Я думаю, нам стоит проверить нашу единственную зацепку Чехову. Езжайте к ней по месту работы, узнайте все про Комкова и их отношения. Захарова я сама наберу, пусть ездит в больницу на счет операции, а мы с вами в контору. Выпишу постановление на обыск, а заодно соберем досье на Чехову. Так кем, говорите, работает Чехова? Менеджером. А, собственно, где она? Взяла отпуск за свой счет. А работать вообще некому. Один в больнице лежит, вторая не поймит где. А вот еще вы упомянули, что для Чеховой Конков не просто коллега. Это как? Байфренд, ухажер, кавалер. Как хотите, так и называйте. Смысл-то один. Вы так рассказываете, будто сами имели на него виды, да? А какая теперь разница, а? Он же такой красавец, мужчина. Я вообще не понимаю, что вообще он в ней нашел. У нее же ни кожи, ни рожи. Какая из них пара? Друзья, мы собрали вас, чтобы объявить о важном для нас решении. Мы хотим пригласить всех на нашу с Леночкой в свадьбу. Гонька! 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 Раз! Два! Да, я завидовала его ухаживанием. А что? Красиво, как в турецких сериалах. Петр, как назло, был настроен серьезно. Но только это авария. Все их планы рухнули. А теперь какая разница, а? Как я и думал, у Чеховой плохая кредитная история. Брала кредит под залог машины. Проценты уже просрочены. На счетах пусто. Учись нужда в деньгах, в том числе на операцию Комковую, ей бы не дали. При этом Чехова двоюродная сестра Глотова. Она же следующая за Верой наследница Глотова в случае его смерти, конечно же. Пойдемте, я выпишу постановление. Езжайте с Родионовым на обыск квартиры Чеховой. Хорошо. Вы к кому? К Петру Комкову. Он же здесь лежит. Пациент в тяжелом состоянии после операции. Так что извините, пустить не могу. Анатолий Захаров. Следственный комитет. Хорошо. Но в кабинете. Там нам никто не помешает. Пойдемте. Кто там? Следственный комитет. Капитан Владимир Родионов. Следственный комитет. Нам бы Чехова. А вы кто? Аня. Соседка ее. Только Ленки нет. Вот постановление на обыск. Мы хотели бы осмотреть квартиру. Да, конечно. Если так надо. Начнем с кухни. Здравствуйте. Пройдемте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, начнем? Давайте. Обратите внимание, возможен тайник. Пахнет чем-то сладким или ацетон, что ли? Ваша? Ленки. У нее все с авокадо. Даже постельное. А зачем она спрятала? Ну, это у нее надо спрашивать. Я не в курсе. Внимание. Выявлено наличие паров трихлорметана. Хлороформа по-простому, отсюда и запах сладкого. Так, а это что у нас? Здесь же найдены розовые волосы. Ну, смотри. А это не кровь у нас? Да, на внутреннем отвороте куртки обнаружены предположительно микробрызги крови. Ваша? Нет. Это Ленки. Ну, понятно. Скорее всего, не заметила и не застирала. Так. Ну, собственно, вот. Из-за аварии у Петра Комкова был перелом позвоночника. Несколько дней провел на аппарате ИВЛ. Потом в искусственной коме. Да уж. А вы знаете такую Чехова Елена Семеновна? Знаю. Собирала деньги на операцию. Смотрите, тут нужно понимать такой расклад. Если даже Комковый выкарабкается, то у него, скорее всего, не будут работать ни руки, ни ноги. Мы сделали операцию, но через полгода нужна еще одна. Плюс долгий курс реабилитации уже в Москве. Хорошей клиники. Но это дорого. На все про все больше миллиона. Да и первая операция была не дешевой. Поэтому, не знаю, собрала ли она деньги. Спасибо за информацию. До свидания. Всего доброго. Степан Павлович, извините, можно на пару слов? Заходите. Такие же мы нашли и на рюкзаке Фатеева. Видимо, волосы Веры Глотовой. Мне кажется, что Чехова собрала в коробку все необходимое, чтобы подставить Веру в убийстве. А в убийстве кого? Например, у ее отца. Александра Глотова. Ведь если Веру обвинят в убийстве, то она лишится права на наследство. И остается одна наследница Чехова. Точно. И хлороформ ложится в эту версию. Именно он бахнет ацетоном и сладостями. И именно с помощью него легко на время усыпить Веру для того, чтобы потом подставить в убийстве отца. Выходит, Чехова забрала набор с собой. А несколько волосинок в спешке оставила в коробке. Обронила. В целом, звучит ланично. Тогда едем в Глотово. Надо кое-что проверить. Неправильно. Потому что не… незачем. И снова здравствуйте. Приятного аппетита. Что еще? Я же все рассказал. А деньги на джип? Где вы храните? Поймите, это очень важно. Деньги могут быть мотивом для преступления. Можешь это… Толь… А как бухать, так друг. А как про бабло разговор, так… Ладно, не трынди. На пару минут. Банкам вообще ни разу не доверяю. Денежку здесь храню. Надежнее, потому что… Дорогой? Не, тридцать-сорок косарей найти в интернете можно. Все здесь. А сколько там, если не секрет? Нет. Мульт шестьсот. На лахтах накопил. Ну и так понемногу. Кто-нибудь еще о сейфе знает? Ну, Верка понятная и… сестра моя. Чехова. Так, что у нас? Глотов завтра покупает джип. Да. И вдруг именно сейчас пропадает Вера, а из ключницы Прохорова исчезает ключ, про которого Чехова нам врет. А вы не знаете, где находится дом Прохоровой, который она третий год продать не может? В деревне Горевка. Она мне даже как-то его предлагала, но я уже нацелился на машины. Короче, отказался. Так вот, ключ, который взяла Чехова, видимо, был от этого дома. Выходит, Чехова там Веру держит? Если все так, Вера в опасности и вы тоже. Ничего не понял. Я-то все. Чехова отправляется за Верой в деревню, чтобы усыпить ее хлороформом, а потом привезти сюда, в мышки, после чего убивает Глотова. Забрать деньги из сейфа и потом подставить в убийство Глотова его же собственную дочь Веру. Все необходимое у нее для этого есть. Да ладно. Лена, ты вдруг такое? Это что, прикол? Господи! Вера! Вера! Анатолий, здравствуйте! Будьте добры, пробейте, пожалуйста, адрес деревни Прохоровой. Горевка. Да, Горевка. И нужно еще обезопасить Александра Глотова. Это я, Глотов. Вызывайте полицейского на его охрану. Да, спасибо. Собаку. Собаку. Это она! Понял. Точно, номер ее. Быстрее, пожалуйста. Ага. Брось оружие и дайте мне уйти. Иначе она пострадает. И что дальше? Сколько километров вы успеете проехать, прежде чем вас снова остановят? Поймите, бежать некуда. Лучше сдаться. Прямо сейчас. Это вы поймите. Я не шучу! Хорошо. Хорошо. Только без глупостей. Опустите оружие. Жива. И не жалко вам девочку? Много бы ей все равно не дали. Да и так. Сидеть ей не в тюрьме. А как его там? В учебно-воспитательном учреждении? Просто закрытом, подумаешь? Это лучше, чем с отцом, который от того и гляди прибьет. Уводите. Жива, да? Жива, жива. Ну и хорошо. Ах! Куда ты ее понес? Сдурел, что ли? Я все решил. Решил он. Не был уж отдал, идиот. Алло, да. Это Родионов, СК. Веру вашу мы нашли, с ней все в порядке. Везем в следственный. Боже, спасибо. Чего? Я не расслышал. Уже еду. Ты куда? За дочерью своей. Ну что, доказательств у нас хватает. Начнем с того, что Прохорову перед смертью никто не пытал. Как показала экспертиза, клетка с мышами – это всего лишь инсценировка, чтобы подставить Ветрова. Ваша инсценировка. Во-первых, в микротрещинах вашей обуви обнаружена кирпичная крошка с места убийства. Во-вторых, на вашей одежде обнаружены микробрызги крови. Крови Прохоровой. При этом набор для подставы Веры найден в вашей машине. Вместе с черной маской. Видимо, в ней вы и напали на Прохорову, а затем убили. Не хотела я. Все произошло так быстро. Давайте по порядку. Что, зачем произошло? Сашка в пятницу вернулся с вахты, сразу забухал. А в понедельник бы пошел покупать этот свой джип. Понимаете, еще чуть-чуть, и возможность была бы упущена. Чтобы подставить Веру в убийстве отца? Да. Все было готово, но Верка, она вдруг пропала. И вы запаниковали? Да. Сначала. Но я знала, что соседка Сашки иногда прятала Верку. И вы поняли, что Прохорова ее где-то спрятала? Да. Я пошла к Прохоровой. Ну, как тетка. И начала интересоваться, мол, где Верочка, то-се. Но она меня сразу вывесила. Сказала, мол, все брату разболтаешь. И выгнала меня. И тогда у меня не осталось выбора. Верочка. 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 Ты же историк, да? Знаешь, что это такое? Не расскажешь, где Вера, а пробуй на тебе, поняла? Ну, чё, говорить будем? Я, она, дом, пожалуйста. Чё, да не лепечи ты. Где дом? Какой дом? Старый такой, Горевка. Пожалуйста, не отпустите! Горевка, я с ней… Нет. Господи, нет. Ну, она бы вас сдала потом. Разве нет? Ну, я же подстраховалась. Специально говорила низко. Хрипела. И ещё, и ещё маска. Если бы Прохорова пошла в полицию, подозрение упало бы на вас. Вы же наследница. Да? А я и не подумала. И вообще, всего бы этого не было бы. И Прохорова была бы жива, если бы Сашка мне тогда не отказал. Саш! Саш, можно тебя? Ну? Саш, ну что, выручишь? Скажи ли мы этим твоим? Коровям будто бы на операцию надо. Знаю эти байки. Саш, ну, ему и правда надо. Мы ещё можем спасти человека. Вместе. О, за жизнь. За любовь у них, понимаешь? А я плати. За любовь. Удобно, да? Саш, подойди, пожалуйста. Ну, Саш! Саш, ну, понимаешь, мы и правда любим друг друга. Пожалуйста. Давай, бреши ещё. Любовь, нет у вас никакой любви. Выдумала ты всё. Да кто тебя такую полюбить может? Ты же мышь серая. В зеркало себя давно смотрела? Давай. Саш, пожалуйста. Сказал же, джип беру и точка. Ты что делаешь? Козёл. Козавка. Выходит, видео в новостной портал. Тоже отправили вы? Да. Записала на телефон Прохорова и голос в программе поменяла. Там просто делается. И хотела ввести следствие в заблуждение. Доченька, прости меня, пожалуйста. Я ведь чуть не погубил и свою, и твою жизнь. Думал только про себя. Пап, ты не должен. Я должен. Я должен был заботиться. А я… Решено. Всё. К чёрту, джип. Пап, это же твоя мечта. К чёрту. Только разобьюсь на нём. Лучше… Лучше я тебе квартиру. Точно. Квартиру куплю. Зачем мне квартира? Ну, как зачем? Приданное на будущее. Ты же скоро замуж и того. Пап, никуда я тебя не денусь. Это ты сейчас так говоришь. А потом ты собираешься. А тут метры свои. Плохо, что ли? А я пока лягу, полежу, полечусь от бутылки. Обещать ничего не буду, но я буду пробовать. Ты мне веришь? Верю, папочка. А вот теперь у меня точно отгулы. Что бы ни случилось, и я выключу телефон. Звучит как угроза. А это и есть угроза. Включите видеосвязь. Угроза смертельно уставшего человека. Имею я право на отдых, в конце концов. Имеешь, Викуля Беляева. Ты молодец, правда, ничего не скажешь. Ладно. Только надолго не пропадай. До свидания. Вчера в прямом эфире мы запустили сбор средств на операцию Петру Комкову. Тому самому человеку, которому пыталась помочь Елена Чехова. К сожалению, она выбрала преступный путь к благой цели. Но мы, редакция канала, считаем, что есть и другой путь. Правильный. Он уже приносит свои плоды. Тему сбора вчера подхватили все федеральные СМИ. Подключился и благотворительный фонд. Еще не вся сумма собрана, но волонтеры уже заявили, что в любом случае повезут Комкова на операцию в одну из лучших клиник России. СМИ. 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 Да, Виктор? Субтитры создавал DimaTorzok